Добрый день, дорогие горожане! С вами на связи муниципальное предприятие Бишкек-Зеленхоз. Сейчас мы с вами находимся на аллее здоровья. Это за памятником Бишкек-Блатыра. Сегодня мы хотим разъяснить ситуацию по поводу клумб на территории улицы Пушкина, на территории данной аллеи. На этой аллее у нас изначально цвели многолетние розы. Данные розочки будут цвести уже совсем скоро. Как вы можете видеть, здесь уже мы проводили работы по окучиванию на зимний период. Здесь также розы, которые мы высадили очень давно. И сейчас пройдем на тот участок. Выше, прямо за памятником, мы высадили в этом году молодые розы. Здесь ранее цвели однолетние цветы. То есть здесь были многолетние, здесь были однолетние. На данном участке мы решили внести некое разнообразие тоже и высадили совсем молодые розы. В этом году за памятником Бишкек-Блатыра будут цвести исключительно многолетние цветы. Мы с вами находимся на улице Пушкина. Здесь по обычаю, по традиции, каждый год муниципальное предприятие Бишкек-Зеленхоз высаживало тюльпаны, луковицу тюльпанов. Каждую осень мы высаживали здесь тюльпаны. Однако, период цветения тюльпанов изначально недолгий. Цветут они буквально месяц. После чего они отпадают, мы собираем их луковицы и высаживаем уже этой же осенью на новые места. За счет попадания прямых солнечных лучей, период цветения наших тюльпанчиков сокращается. И агрономами нашего предприятия было принято решение не сажать сюда тюльпаны, внести некое разнообразие и высадить сюда исключительно однолетние цветы. Рассаду однолетних цветов. Получается, по улице Пушкина, тут уже начинается правительственный сквер, там Дубовый парк. От улицы Розакова до бульвара Иркендик, до начала бульвара Иркендик, буквально до памятника Курманджан-Датки, здесь будут высажены полностью однолетние цветы. На последних двух клубах, за счет того, что там больше тени, мы оставили эти луковицы тюльпанов. Они цветут, уже немного поднялись. А дальше, получается, на аллее Дубового парка уже высажены эти тюльпанов. Они будут свести и радовать глаз, как обычно, по расписанию.